В рамках эстафеты «Салют Победы» в Барвихинской школе запланированы мероприятия, в которых задействован весь педагогический и ученический состав. С самого утра ребята несут цветы к портретам героев, людей, которые ценой собственной жизни защитили родную землю от врага. Я не представляю, что бы было, если бы мы не помнили, не скорбили память тех, кто погиб. Они же просто спасли нам жизнь, чтобы мы жили на этой планете, и просто я даже не могу представить себе, что было бы, если бы они не спасли нам жизнь. Мне очень понравилось, я узнала много нового. Большое спасибо 10-му классу, он очень подробно объяснил, рассказал. В школе работает историко-патриотический клуб памяти. Его представители подготовили интересные уроки для малышей. Рассказали о героических подвигах моряков Новороссийска и о том, как им удалось удержать свои позиции. Они должны были понять трагизм положения Советского Союза в июле-августе-сентябре 1942 года. Что эта оборона была не просто, как выполнение воинского долга и приказа командования. Это было в исполнении приказа Наркома обороны 242. Не шагу назад. Впервые в школе была организована поисковая деятельность. Правда, пока только в интернете. На ресурсах память народа и мемориал. Ребята узнали информацию о своих предках и их подвигах в годы Великой Отечественной войны. То, что раньше было под грифом «секретно». Мы сейчас находимся в тех условиях, когда информации переизбыток и даже какую-то очень важную, казалось бы, для нас информацию о собственной семье не всегда есть время у ребят поискать. Да и, скажем так, ладно, если нет времени, а иногда нет просто осознания того, что это что-то важное. И вот, на мой взгляд, на таких мероприятиях, на комплексных мероприятиях, когда для пятиклассника, для четвероклассника звучит постоянно вот этот вот герой, героические поступки, идет какая-то ритуализация, меняется караул у символов победы. Это все настраивает на определенный лад. Символы эстафеты «Салют Победе» в Барвихинской школе останутся до конца недели, а после будут торжественно переданы в Успенское. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин